Привет, интернеты, доброго времени суток, YouTube, с вами Данила Рыжкин и опять будем шагать по черно-белому. И начнем сразу с информации. Зачитаю, чтобы не быть голословным. Москва, 29 сентября 2015 года в 9.22. Депутат Госдумы Олег Михеев, Справедливая Россия, просит главу Роспотребнадзора Анну Попову рассмотреть целесообразность введения требований к перевозчикам и образовательным организациям, обеспечить граждан марлевыми повязками и не допускать к обучению перевозки граждан, имеющих признаки заболеваний гриппом или ОРВИ. Это все написано на портале Regnum с темой в Госдуме просит штрафовать больных за отступление марлевых повязок. И штрафы здесь идут до 150 тысяч рублей. То есть вы представляете, какой ужас творится в умах наших депутатах. Они хотят, чтобы штрафовать людей, которые не покупают марлевые повязки и похожи на больных гриппом. Я предлагаю что сделать? Предлагаю на фоне этой новости, во-первых, Олега Михеева, ну я не знаю, закашлять до смерти, просто собраться большой толпой, окружить его и кашлять на него, пока он не помрет. Также Анну Попову, если она примет этот законопроект, тоже наказать таким же образом. А еще просто выйти большими группами людей, ходить по городу, садиться в общественный транспорт. Также ходите в школы, в университеты, даже если вы это все уже закончили. Просто ходить, набирайте какой-нибудь красной краски в рот или бычьей крови, я не знаю, можно и себе даже кровь пустить или своему соседу, подруге набрать эту кровь в рот. Ходить, жутко кашлять и выплевывать это. Пусть вас потом ловят, пусть потом проверяют на грипп и пусть понимают, что они облажались. Потому что то, что сейчас творится, это надо пресекать. Этот идиотизм надо убирать и уничтожать. Людям, видимо, там совсем делать нечего. Ой, господа депутаты, я понимаю, что ваша работа, в принципе, она совершенно не требует ничего. Вы просто сидите и думаете, да, ну как дети за партой думают мне черкануть слева или справа парту. Но вот вы то же самое. И понятно, что от вас иногда требуют каких-то законопроектов, и вы должны что-то выдавать. Но не такое же говно выдавать. Придумайте что-нибудь нормальное. Я за вас работать не хочу, вам идей давать не буду, но... За отдельные деньги, конечно, могу. Не суть. В общем, ребята, я все-таки надеюсь, что если... Нет, даже не так. Я надеюсь, что этот закон в силу не войдет. Но если этот закон в силу войдет, то давайте оплюем и обкашляем весь город краской, бычьей кровью и всякой херней. И покажем, что эта глупость несусветная. С вами был Данила Рыжкин. Размышляйте над этим. И быстрее взрослите, идите в депутаты и продвигайте правильные законы. Всем спасибо. Всем дислайк.